Снова здравствуйте. Продолжаем читать книгу Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Глава девятая. Порох и оружие. Испаньола стояла довольно далеко от берега. Чтобы добраться до нее, нам пришлось взять лодку и лавировать среди других кораблей. Перед нами вырастали то украшенные фигурами нос, то корма. Канаты судов скрипели под нашим килем и свешивались у нас над головами. На борту нас приветствовал штурман Мистер Эрроу. Старый моряк, косоглазый и загорелый, с серьгами в ушах. Между ним и Сквайером были, очевидно, самые близкие, приятельские отношения. Но с капитаном Сквайер явно не ладил. Капитан был человеку грюмый. Все на корабле раздражало его. Причины своего недовольства он не заметил изложить перед нами. Едва мы спустились в каюту, как явился матрос и сказал, «Капитан Смоллет, сэр, хочет с вами поговорить». «Я всегда к услугам капитана. Попроси его пожаловать сюда», – ответил Сквайер. «Капитан, оказалось, шел за своим послом. Он сразу вошел в каюту и запер за собой дверь». «Ну, что скажете, капитан Смоллет?» «Надеюсь, все в порядке. Шхуна готова к отплытию». «Вот что, сэр», – сказал капитан. «Я буду говорить откровенно, даже рискуя подссориться с вами. Мне не нравится эта экспедиция. Мне не нравятся наши матросы. Мне не нравится мой помощник. Вот и все. Коротко и ясно». «Быть может, сэр, вам не нравится также и шхуна?» – спросил Сквайер. «Я заметил, что он очень разгневан». «Я ничего не могу сказать о ней, сэр, пока не увижу ее в плавании», – ответил ему капитан. «Кажется, она построена неплохо, но судить об этом еще рано». «Тогда, сэр, может быть, вам не нравится ваш хозяин?» – спросил Сквайер. Но тут вмешался доктор Ливси. «Погодите», – сказал он, – «погодите». «Эдак ничего, кроме ссоры, не выйдет». Капитан сказал нам и слишком много, и слишком мало. И я имею право попросить у него объяснений. «Вы, кажется, сказали, капитан, что вам не нравится наша экспедиция. Почему?» «Меня пригласили, сэр, чтобы я ввел судно туда, куда пожелает этот джентльмен». «И не называли цели путешествия», – сказал капитан. «Отлично, я ни о чем не расспрашивал. Но вскоре я убедился, что самый последний матрос знает о цели путешествия больше, чем я. По-моему, это некрасиво. А как по-вашему?» «По-моему, тоже», – сказал доктор Ливси. «Затем», – продолжал капитан, – «я узнал, что мы едем искать сокровища. Я услыхал об этом, заметьте, от своих собственных подчиненных. А искать сокровища – дело щекотливое. Поиски сокровищ вообще не по моей части. И я не чувствую никакого влечения к подобным занятиям, особенно если эти занятия секретные. А секрет, прошу прощения, мистер Треллани, выболтан, так сказать, попугаю». «Попугаю Сильвера?» – спросил Сквайр. «Нет, это просто поговорка», – пояснил капитан. «Она означает, что секрет уже ни для кого не секрет. Мне кажется, вы недооцениваете трудности дела, за которые взялись. Я скажу вам, что я думаю об этом. Вам предстоит борьба не на жизнь, а на смерть». «Совершенно правы», – ответил доктор. «Мы сильно рискуем. Но вы ошибаетесь, полагая, что мы не отдаем себе отчета в опасностях, которые нам предстоят. Вы сказали, что вам не нравится наша команда. Что ж, по-вашему, мы наняли недостаточно опытных моряков?» «Не нравится мне они», – отвечал капитан. «Если говорить на чистоту, нужно было поручить набор команды мне». «Не спорю», – ответил доктор. «Моему другу, пожалуй, следовало набирать команду вместе с вами. Это промах, уверяю вас, совершенно случайный. Тут не было ничего преднамеренного. Затем, кажется, вам не нравится мистер Эрроу?» «Не нравится, сэр. Я верю, что он хороший моряк. Но он слишком распускает команду, чтобы быть хорошим помощником. Он фамильярничает со своими матросами. Штурман на корабле должен держаться в стороне от матросов. Он не может пьянствовать с ними». «Вы хотите сказать, что он пьяница?» – спросил Сквайр. «Нет, сэр», – ответил капитан. «Я только хочу сказать, что он слишком распускает команду». «А теперь», – попросил доктор, – «скажите нам напрямик, капитан, чего вам от нас нужно». «Вы твердо решили отправиться в это плавание, джентльмены?» «Бесповоротно», – ответил Сквайр. «Отлично», – сказал капитан. «Если вы до сих пор терпеливо меня слушали, хотя я и говорил вещи, которых не мог доказать, послушайте и дальше. Порох и оружие складывают в носовой части судна. А между тем, есть прекрасное помещение под вашей каютой. Почему бы не сложить их туда?» «Это первое. Затем, вы взяли с собой четверых слуг. Кого-то из них, как мне сказали, тоже хотят поместить в носовой части. Почему не устроить им койки возле вашей каюты?» «Это второе». «Есть и третье?» – спросил мистер Треллани. «Есть», – сказал капитан. «Слишком много болтают». «Да, чересчур много болтают», – согласился доктор. «Передам вам только то, что я слышал своими ушами», – продолжал капитан Смоллет. «Говорят, будто у вас есть карта какого-то острова. Будто на карте крестиками обозначены места, где зарыто сокровище. Будто этот остров лежит. И тут он с полной точностью назвал широту и долготу нашего острова». «Я не говорил этого ни одному человеку!» – воскликнул Сквайер. «Однако каждый матрос знает об этом, сэр», – возразил капитан. «Это вы ли все разболтали?» – кричал Сквайер. «Или ты, Хокинс?» «Теперь уже все равно, кто разболтал», – сказал доктор. «Я заметил, что ни он, ни капитан не поверили мистеру Трелани, несмотря на все его оправдания». «Я тоже тогда не поверил, потому что он действительно был великий болтун. А теперь я думаю, что тогда он говорил правду, и что команде было известно и без нас, где находится остров». «Я, джентльмены, не знаю, у кого из вас хранится эта карта», – продолжал капитан. «И я настаиваю, чтобы она хранилась в тайне и от меня, и от мистера Эр Роу. В противном случае я буду просить вас уволить меня». «Понимаю», – сказал доктор. «Во-первых, вы хотите прекратить лишние разговоры. Во-вторых, вы хотите устроить крепость в кормовой части судна, собрать в нее слуг моего друга и передать им все оружие и порох, которые имеются на борту. Другими словами, вы опасаетесь бунта». «Сэр», – сказал капитан Смолит, – «я не обижаюсь, но не хочу, чтобы вы приписывали мне слова, которых я не говорил. «Нельзя оправдать капитана, решившего выйти в море, если у него есть основания опасаться бунта». «Я уверен, что мистер Эр Роу – честный человек. Многие матросы тоже честные люди. Быть может, все они честные люди. Но я отвечаю за безопасность корабля и за жизнь каждого человека на борту. Я вижу, что многое делается не так, как следует. Прошу вас принять меры предосторожности или уволить меня». Вот и все. «Капитан Смолит», – начал доктор, улыбаясь. «Вы слыхали басню о горе, которая родила мышь? Простите меня, но вы напомнили мне эту басню. Когда вы явились сюда, я готов был поклясться моим париком, что вы потребуете у нас много больше». «Вы очень догадливый, доктор», – сказал капитан. «Явившись сюда, я хотел потребовать расчета, ибо у меня не было ни малейшей надежды, что мистер Трелло не согласится выслушивать хоть одно мое слово». «И не стал бы слушать», – крикнул Сквайр. «Если бы не Ливси, я бы сразу послал вас ко всем чертям. Но как бы то ни было, я выслушал вас и сделаю все, что вы требуете. Однако мнение мое о вас изменилось к худшему». «Это как вам угодно, сэр», – сказал капитан. «Потом вы поймете, что я исполнил свой долг». И он удалился. «Треллони», – сказал доктор. «Против своего ожидания я убедился, что вы пригласили на корабль двух честных людей, капитана Смоллета и Джона Сильвера. «Насчет Сильвера я с вами согласен», – воскликнул Сквайр. «А поведение этого несносного в роля я считаю недостойным мужчиной, недостойным моряка и, во всяком случае, недостойным англичанина». «Ладно», – сказал доктор. «Увидим». Когда мы вышли на палубу, матросы уже начали перетаскивать оружие и порох. «Йо-хо-хо», – пели они во время работы. Капитан и мистер Эрроу распоряжались. «Мне очень понравилось, как нас разместили по-новому. Всю шхуну переоборудовали. На корме из бывшей задней части среднего трюма устроили шесть кают, которые соединялись с запасным проходом по левому борту с камбузом и баком. Сначала их предназначали для капитана, мистера Эрроу, Хантера, Джойса, доктора и Сквайра. Но затем две из них отдали Редруту и мне. А мистер Эрроу и капитан устроились на палубе, в сходном тамбуре, который был так расширен с обеих сторон, что мог сойти за кормовую рубку. Он, конечно, был тесноват, но все же в нем поместилось два гамака. Даже штурман, казалось, был доволен таким размещением. Возможно, он тоже не доверял команде. Впрочем, это только мое предположение, потому что, как вы скоро увидите, он недолго находился на шхуне. Мы усердно работали, перетаскивая порох и устраивая наши каюты, когда, наконец, с берега явились в шлюпке последние матросы и вместе с ними долговязый Джон. Повар взобрался на судно с ловкостью обезьяны и, как только заметил, чем мы заняты, крикнул. «Эй, приятели, что же вы делаете?» «Переносим бочки с порохом, Джон», – ответил один из матросов. «Зачем, черт вас побери?» – закричал долговязый. «Ведь эдак мы прозеваем утренний отлив». «Они исполняют мое приказание», – оборвал его капитан. «А вы, милейший, ступайте на кухню, чтобы матросы могли поужинать вовремя». «Слушаю, сэр», – ответил повар. И, прикоснувшись рукой к пряде волос на лбу, нырнул в кухонную дверь. «Вот это славный человек, капитан», – сказал доктор. «Весьма возможно, сэр», – ответил капитан Смоллет. «Осторожнее, осторожнее, ребята!» И он побежал к матросам. Матросы волокли бочку с порохом. Вдруг он заметил, что я стою и смотрю на вертлюжную пушку, которая была установлена в средней части корабля, медную девятифунтовку, и сейчас же налетел на меня. «Эй, юнга!» – крикнул он. «Прочь отсюда!» «Ступай к повару, он даст тебе работу!» И, убегая на кухню, я слышал, как он громко сказал доктору. «Я не потерплю, чтобы на судне у меня были любимчики». Уверяю вас, в эту минуту я совершенно согласился со Сквайром, что капитан – невыносимый человек, и возненавидел его. Глава 10. Плавание. Суматоха продолжалась всю ночь. Мы перетаскивали вещи с места на место. Шлюпка то и дело привозила с берега друзей Сквайра, вроде мистера Блендли, приехавших пожелать ему счастливого плавания и благополучного возвращения домой. Никогда раньше в Адмирале Бенпоу мне не приходилось работать так много. Я уже устал, как собака, когда перед самым рассветом ботсман заиграл на дудке, и команда принялась поднимать якорь. Впрочем, если бы даже я устал вдвое больше, я и то не ушел бы с палубы. Все было ново и увлекательно для меня. И отрывистые приказания, и резкий звук свистка, и люди, суетливо работающие при тусклом свете корабельных фонарей. «Эй, Йокорок, зайди-ка песню!» – крикнул один из матросов. «Старую!» – крикнул другой. «Ладно, ребята!» – отвечал долговязый Джон, стоявший тут же на палубе с косолем под мышкой. И запел песню, которая была так хорошо мне известна. «Пятнадцать человек на сундук мертвеца». Вся команда подхватила хором. «Йо-хо-хо!» – и бутылка Рому. При последнем «хо» матросы дружно нажали на вымбовки шпиля. Мне припомнился наш старый адмирал Бенбоу. Почудилось, будто голос покойного Бонса внезапно присоединился к матросскому хору. Скоро якорь был поднят и укреплен на носу. С него капала вода. Ветер раздул паруса. Земля отступила. Корабли, окружавшие нас, стали удаляться. И прежде чем я лег на койку, чтобы подремать хоть часок, Испаньола начала свое плавание к острову Сокровищ. Я не стану описывать подробности нашего путешествия. Оно было очень удачно. Корабль оказался образцовым. Команда состояла из опытных моряков. Капитан превосходно знал свое дело. Но, прежде чем мы достигли острова Сокровищ, Случилось два-три события, о которых стоит упомянуть. Раньше всего выяснилось, что мистер Эр Роу гораздо хуже, чем думал о нем капитан. Он не пользовался у матросов никаким авторитетом, и его никто не слушал. Но это еще не самое худшее. Через день-два после отплытия, он стал появляться на палубе смутными глазами и пылающими щеками. Язык его заплетался. Налицо были и другие признаки опьянения. Время от времени его приходилось с позором гнать в каюту. Он часто падал и расшибался. Случалось, пролеживал целые дни у себя, на койке не вставая. Бывало, конечно, что он дня два ходил почти трезвый, и тогда кое-как справлялся со своими обязанностями. Мы никак не могли понять, откуда он достает выпивку. Весь корабль ломал голову над этой загадкой. Мы следили за ним, но ничего не выследили. Когда мы спрашивали его напрямик, он, если был пьян, только хохотал нам в глаза. А если был трезв, торжественно клялся, что за всю жизнь ничего не пил, кроме воды. Как штурман, он никуда не годился и оказывал дурное влияние на своих подчиненных. Было ясно, что он плохо кончен. И никто не удивился и не опечалился, когда однажды темной бурной ночью он исчез с корабля. Свалился за борт, решил капитан. Что ж, джентльмены, это избавило нас от необходимости заковывать его в кандалы. Таким образом, мы остались без штурмана. Нужно было выдвинуть на эту должность кого-нибудь из команды. Выбор пал на ботсмана, Джоба Эндерсона. Его по-прежнему называли ботсманом, но исполнял он обязанности штурмана. Мистер Трелло, немного странствовавший и хорошо знавший море, тоже пригодился в этом деле. Он стоял в хорошую погоду на вахте. Второй ботсман, Израиль Хэнс, был усердный, старый, опытный моряк, которому можно было поручить почти любую работу. Он, между прочим, дружил с долговязым Джоном Сильвером. И раз уж я упомянул это имя, придется рассказать о Сильвере подробнее. Матросы называли его окороком. Он привязывал свой костыль веревкой к шее, чтобы руки у него были свободны. Стоило посмотреть, как он, упираясь костылем в стену, покачиваясь с каждым движением корабля, стряпал, словно находился на твердой земле. Еще любопытнее было видеть, как ловко и быстро пробегал он в бурную погоду по палубе, хватаясь за канаты, протянутые для него в самых широких местах. Эти канаты назывались у матросов сережками долговязого Джона. И на ходу он то держался за эти сережки, то пускал в дело костыль, то тащил его за собой на веревке. Все же матросы, которые плавали с ним прежде, очень жалели, что он уже не тот, каким был. «Наш окорок непростой человек», — говорил мне второй боцман. «В молодости он был шкалером, и если захочет, может разговаривать, как книга. А какой он храбрый! Лев перед ним ничто, перед нашим долговязым Джоном. Я видел сам, как на него, безоружного, напало четверо, А он схватил их и стукнул головами, вот так. Вся команда относилась к нему с уважением, и даже подчинялась его приказаниям. С каждым он умел поговорить, каждому умел угодить. Со мной он всегда был особенно ласков. Всякий раз радовался, когда я заходил к нему в камбус, который он содержал в удивительной чистоте. Посуда у него всегда была аккуратно развешена и вычищена до блеска. В углу, в клетке, сидел попугай. «Хокинс», — говорил мне Сильвер, — «заходи и поболтай с Джоном. Никому я не рад так, как тебе, сынок. Садись и послушай. Вот капитан Флинт. Я назвал моего попугая капитаном Флинтом в честь знаменитого пирата. Так вот, капитан Флинт предсказывает, что наше плавание окончится удачей. Верно, капитан? И попугай начинал с невероятной быстротой повторять «Пиастры, пиастры, пиастры!» И повторял до тех пор, пока не выбивался из сил или пока Джон не покрывал его клетку платком. «Этой птице», — говорил он, — «наверно, лет 200, Хокинс. Попугаи живут без конца. Разве только дьявол повидал на своем веку столько зла, сколько мой попугай?» Он плавал с Инглиндом, с прославленным капитаном Инглиндом, пиратом. Он побывал на Мадагаскаре, на Малабаре, в Суринаме, на Провиденсе, в Порто-Белло. Он видел, как вылавливают груз затонувших галеонов. Вот когда он научился кричать пиастры. И нечему тут удивляться. В тот день выловили 350 тысяч пиастров, Хокинс. Этот попугай присутствовал при нападении на вице-короля Индии, невдалеке от Гоа. А с виду он кажется младенцем. «Но ты понюхал пороху, не правда ли, капитан?» «Поворачивай на другой гаусс!» — кричал попугай. «Он у меня отличный моряк!» — приговорил повар. И угощал попугая кусочками сахара, который доставал из кармана. Попугай долбил клювом прутья клетки и ругался скверными словами. «Поживешь среди дегтя, поневоле запачкаешься!» — объяснял мне Джон. «Эта бедная, старая, невинная птица ругается, как тысяча чертей. Но она не понимает, что говорит. Она ругалась бы и перед Господом Богом». С этими словами Джон так торжественно прикоснулся к своей пряди на лбу, что и счел его благороднейшим человеком на свете. «Отношения между Сквайром и капитаном Смоллетом были по-прежнему очень натянутые. Сквайр, не стесняясь, отзывался о капитане презрительно. Капитан никогда не заговаривал со Сквайром. А когда Сквайр спрашивал его о чем-нибудь, отвечал резко, кратко и сухо. Прижатый в угол, он вынужден был сознаться, что, по-видимому, ошибся, дурно отзываясь о команде. Многие матросы работали образцово, и вся команда вела себя превосходно. А в шхун он просто влюбился. «Она слушается руля, как хорошая жена слушается мужа, сэр. Но», – прибавлял он, – «домой мы еще не вернулись, и плавание наше мне по-прежнему очень не нравится». Сквайр при этих словах поворачивался к капитану спиной и принимался шагать по палубе, задрав подбородок кверху. «Еще немного», – говорил он, – «этот человек окончательно выведет меня из терпения». Нам пришлось перенести бурю, которая только подтвердила достоинство нашей испаньолы. Команда казалась довольной, да и неудивительно. По-моему, ни на одном судне, с тех пор, как Ной впервые пустился в море, так не баловали команду. Пользовались всякими предлогом, чтобы выдать морякам двойную порцию грога. Стоило Сквайру услышать о дне рождения кого-нибудь из матросов, и до чаши всех отделяли пудингом. На палубе всегда стояла бочка с яблоками, чтобы каждый желающий мог лакомиться ими, когда ему вздумается. «Ничего хорошего не выйдет из этого», – говорил капитан доктору Ливси. «Это их только портит. Уж вы мне поверьте». Однако бочка с яблоками, как вы увидите, сослужила нам огромную службу. Только благодаря этой бочке мы были вовремя предупреждены об опасности и не погибли от руки предателей. Вот как это произошло. Мы двигались сначала против пассатов, чтобы выйти на ветер к нашему острову. Яснее я сказать не могу. А теперь шли к нему по ветру. Днем и ночью глядели мы вдаль, ожидая, что увидим его на горизонте. Согласно вычислениям, нам оставалось плыть меньше суток. Либо сегодня ночью, либо самое позднее, завтра перед полуднем мы увидим остров Сокровищ. Курс держали на юго-юго-запад. Дул ровный ветер на траверсе. Море было спокойно. Из фаньола неслась вперед. Иногда ее бушприт обрызгивали волны. Все шло прекрасно. Все находились в отличном состоянии духа. Все радовались окончанию первой половины нашего плавания. Когда зашло солнце и работа моя была окончена, я, направляясь к своей койке, вдруг подумал, что неплохо было бы съесть яблоко. Быстро выскочил я на палубу. Вахтенные стояли на носу и глядели в море, надеясь увидеть остров. Рулевой, наблюдая за наветренным углом парусов, тихонько посвистывал. Все было тихо. Только вода шелестела за бортом. Оказалось, что в бочке всего одно яблоко. Чтобы достать его, мне пришлось влезть в бочку. Сидя там в темноте, убаюканный плеском воды и мерным покачиванием судна, я чуть было не заснул. Вдруг кто-то грузно опустился рядом с бочкой на палубу. Бочка чуть-чуть качнулась, он оперся о нее спиной. Я уже собирался выскочить, как вдруг человек этот заговорил. Я узнал голос Сильвера, и прежде чем он успел произнести несколько слов, я решил не вылезать из бочки ни за что на свете. Я лежал на дне, дрожа и вслушиваясь, задыхаясь от страха и любопытства. С первых же слов я понял, что жизнь всех честных людей на судне находится у меня в руках. Но вот что услышал Юнга, мы узнаем в следующей главе. И это будет только в следующий раз. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok